Всем здравствуйте! Меня зовут Игорь Тирский. Я популяризатор астрономии и космонавтики. В свободное время занимаюсь еще и программированием. Всех вас поздравляю с Днем космонавтики. Сегодня 55 лет со дня полета человека в космическое пространство первого полета. Если бы этого не было, мы бы здесь все, наверное, не собирались. Именно с этого началось, можно сказать, космическое эра покорения космоса. Ну, конечно же, мы все помним первый спутник, но все равно, когда есть люди на орбите, это немного другое. Вот есть сторонники того, что не надо людей на орбиту посылать, давайте посылать роботов. Их не жалко, если они сломаются. Но судя по тому, как ломается Curiosity, который на Марсе, всем очень жалко. И все за него переживают так же, как практически за человека. Но все равно по эмоциям это, конечно, не то. И поэтому все ждут, что на Луну снова и на Марс, и просто в Солнечную систему и на орбиту снова будут летать люди. И будут летать еще больше. И даже еще и туристы, к тому же. Ну, про туристов я сегодня рассказывать не буду, потому что это отдельная тема, но немножко коснусь темы Mars One или Mars Direct и тому подобных проектов. В общем, поехали, да, как сказал Гагарин. Вот когда мы все думаем, например, о каких-то далеких мирах или вообще о полетах человека в космос или о других планетах, мы, в основном же, мы всегда думаем о том, что вот что будет завтра, что о будущем. Все время думаем о будущем, никогда не думаем о настоящем. Ну, редко кто-то о прошлом задумывается. Ну, в общем, когда мы думаем о Марсе, вот у меня, например, сразу приходит несколько статусов, что это холодная, безжизненная, далекая, загадочная, ну, манящая и красная планета. Ну, вот насчет последнего можно поспорить, красный ли Марс или нет. Ну, пусть будет красный, потому что у древних римлян он ассоциировался с войной, потому что был похож на цвет крови. Да, у египтян тоже самое, ассоциация была у греков. То есть практически все цивилизации ассоциировали Марс с чем-то красным, то есть, ну, с кровью ассоциировали. И поэтому он… Вот почему он красный, дальше поговорим об этом. Марс на небе Земли виден как маленькая красная, ну, оранжевая точка. Иногда виден хорошо, иногда не очень. В моменты противостояний, это когда расстояние между планетами наикратчайшее на орбитах, он виден довольно крупной звездой и светит ярко, красно, и находится близко у горизонта, если, то мы видим такой яркий красный, красный пятнышко на горизонте. Обычно, ну, трудно спутать это с чем-то другим, и сразу можно понять, что это Марс. В обычное время Марс очень мал, и среди звезд его практически не заметить. Если у нас нет планетария электронного, или на смартфоне, или на планшете, или подвижной картой звездного неба, ну, или там чего-нибудь еще, атласа, например, то вряд ли мы найдем Марс среди звезд. Мы можем с какой-то звездой его спутать. А вот это движение, эта фотография, эти снимки, это коллекция снимков, сделанная на протяжении большого периода времени, например, несколько месяцев. То есть каждые 3-4 дня человек выходил, и фотографировал небо, и потом сложил эти снимки, и увидел, что Марс движется вот по такой петле, петлеобразной, кривой. Раньше люди думали, что все планеты так движутся, что планеты Земля в центре находятся, а все остальные планеты с Солнцем вместе движутся по таким замысловатым петлеобразным траекториям. Даже теории целые строили. А потом сказали, что нет, оказывается, все планеты движутся по эллиптическим орбитам. И вот Марс дал возможность к Кеплеру, ну невозможность может. А Кеплер именно додумался благодаря Марсу, именно изучая движение этой планеты, что оказывается, все наши планеты движутся именно по эллипсам. Не по кружностям, а по эллипсам, потому что именно таким образом гравитация действует на тела в Солнечной системе и заставляет их двигаться именно по эллиптической орбите. И вот эта проекция движения Марса по эллиптической орбите на плоскость, на небесную сферу. То есть как мы видим. Почему так происходит? Потому что сначала мы догоняем Марс с Землей. Представьте, у нас движется Земля вокруг Солнца, здесь Солнышко, а тут чуть выше Марс. Марс четвертая планета от Солнца, Земля третья. Марс дальше. И, соответственно, иногда мы догоняем Марс, потом останавливаемся, он вот прямо яркий такой большой, а потом мы начинаем уходить сюда, а Марс нас догоняет, потому что Марс движется медленнее, чем мы. И мы совершаем один оборот за один год, а Марс за два земных. Ну, его собственный год равен 687 суток, по-моему, земных. На Марсе год длится дольше, получится у нас там, у вас будет не 2, а 4. Ретроградные, вот написано Марс 2014, ретрогрейт, колорс. Ретрогрейт, понятно, это, вот если мы предыдущий слайд посмотрим, вот у него движение, тут скорее всего, наверное, можно как-то нажать, ну, не знаю, не буду испытывать. В общем, мы видим, что сначала он движется вот так, потом петелька, и потом начинает двигаться как бы в обратную сторону, когда вот вверх по петельке заходит. Это движение называется ретроградным. То есть мы сначала, если мы долгое время будем смотреть на небо, на Марс, там несколько месяцев, то сначала мы будем видеть, что Марс перемещается под небосводу вот так, а потом начинает обратно уходить от нас как бы. Это движение называется ретроградным. Вот, все внешние планеты так движутся. И вот если мы увидим, если мы заметим, на всех снимках Марс выглядит по-разному. На каждом снимке отличается. То есть мы видим, что на Марсе есть изменения сезонов. То есть там есть погода, там есть облака, там есть шапки, там есть снег какой-то. Там есть пыльные бури, ветра. То есть там есть практически все то же самое, как и на Земле, кроме растительности и большого количества воды. Потому что Марс меньше Земли, где-то в шесть раз. И поэтому по площади поверхности он тоже несколько раз меньше Земли, где-то раза в четыре, по-моему. И поэтому на нем нет, к сожалению, океанов, потому что он чуть дальше, чем та зона, где вода бы находилась в жидком состоянии. Если бы это было возможно, мы бы могли передвинуть Марс чуть поближе к нам. И таким образом некоторая часть льда бы растаяла и превратилась бы в океаны. Но, к сожалению, Марс немножко дальше, и поэтому вода находится все время в другом фазовом состоянии в виде льда. А вот теперь мы немножко по фактам пройдемся все-таки. Если мы о Марсе думаем не как о каком-то там загадочном мире, а как о планете Солнечной системы, то мы сразу понимаем то, что у нас там должна быть температура какая-то. На Марсе действительно холодно, средняя температура на Марсе минус 60 градусов по Цельсию, перепаду будет до минус 80 ночью, плюс до нуля или до минус 20 днем. То есть представьте, например, Якутию, ну или Антарктиду, нет, ну лучше Якутию давайте. В Якутии ночью, зимой, ну примерно как на Марсе. То есть если фонари не горят, они там обычно не горят, примерно как на Марсе. То есть по температуре может совпасть. Единственная проблема — это влажность и давление. Давление у нас атмосферное, одна атмосфера, влажность у нас очень хорошая, и поэтому ощущения совершенно иные будут. Ну и гравитация еще больше в 2,5 раза. Поэтому мы себя будем ощущать, конечно, в Якутии немножко иначе, чем на Марсе. Хотя, в принципе, похоже по температуре. Я дальше расскажу еще об одной вещи, так называемой инсоляции. В Якутии как раз-таки в январе, феврале и марте инсоляция примерно такого же уровня. Инсоляция — это количество солнечного света, падающего на квадратный метр поверхности, перпендикулярно расположенной к солнечному лучу. Ну то есть, ну просто, в общем, если представить, вот для Земли инсоляция, если мы поставим перпендикулярно солнечному свету пластинку, то метр квадратный будет получать 1400 ватт. Ну то есть представьте, что мы на этот метр квадратный поставим один утюг и включим на полную мощность. Примерно вот если все утюги расставить на экваторе в 12 часов дня по квадратному метру, на каждый квадратный метр поверхности утюг, то примерно столько же энергии получает квадратный метр поверхности от Солнца в день. А на Марсе в два раза меньше, даже в три, потому что в некоторых регионах Марса примерно где-то 400-500 ватт на квадратный метр мы получаем энергию. Представьте теперь, если мы захотим использовать солнечную энергию на Марсе, то нам нужно будет площадь солнечных батарей увеличивать в три раза. Там еще и пыль, не забывайте, потому что пыль у нас занесет из солнечной батареи, и мы вообще не сможем получать энергию, как бывает на некоторых космических аппаратах. Вот я тут написал атмосферное давление. Да, действительно, там давления практически нет. То есть такого, как у нас. И, соответственно, всех эффектов, которые связаны с перепадом атмосферного давления, таких как ветра, там тоже практически нет. Но там есть пыльные бури, и в принципе ветер там очень слабый. То есть он не такой, как показывали в Марсиане. Совершенно не такой. Там прекрасно придали это... Ну, возможно, если там взорвать дневный ядерный заряд недалеко, то, да, ветер может быть такой силой. Но, к сожалению, марсиане неправду показали, там такого сильного ветра не может быть. Там, скорее всего, есть легенький ветерочек, который вы даже не ощутите. Даже в пыльную бурю. Ну, поток солнечного значения на экваторе, вот это и есть та самая инсоляция, то есть количество солнечного света. Атмосфера Марса состоит основной из углекислого газа. То есть там 95-99% углекислоты, 1% кислорода. У нас 78 азота, 22-23 где-то кислорода и еще каких-то газов. Вот тут спрашивали про полярные сияния, почему они рыжие. Ну, я не знаю насчет... Я тоже не специалист по полярным сияниям, по физике атмосферы, но могу сказать так, что, скорее всего, это были не полярные сияния, а собственное свечение атмосферы, то есть Air Glow. Оно, в принципе, оранжевое, и оно похоже на то, что я видел на видео. То есть, может быть, это было Air Glow как раз-таки. Вот так немножко отвлекаемся. Вот весить у нас 100 килограмм на Земле, 37 на Марсе. Очень быстрый способ похудеть. Максимально близко к Земле. Марс находится два раза в год. Ой, наоборот, раз в два года, простите. Раз в два года в периоды противостояний. Когда мы на небе видим очень яркий Марс, он очень к нам близко. В наибольшее удаление Марс примерно 400 миллионов километров. Почему максимально далеко? Это значит, когда мы движемся по орбите, вот Земля движется чуть выше Марс, максимально близко, если Земля здесь, а Марс чуть выше, а здесь Солнце. И мы, соответственно, можем быстренько на Марс переместиться. А максимально далеко, это когда Земля вот здесь, а Марс вот тут. И мы через Солнце Марс даже не видим, потому что Солнце закроет Марс от нас. И радиосигнал с Марса пропадет на некоторое время. Такое, кстати, бывает, когда с марсоходами общаются. На некоторое время, по-моему, в июне пропадает сигнал на несколько дней. Из-за Солнца. Ну, понятно, да? То есть, вот. Кстати, вот по поводу картофеля. Есть интересный эксперимент канадского космического агентства по поводу того, можно ли вырастить в марсианских условиях томаты. Ну, томаты, они довольно привередливые. И вот люди считали, 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 выяснили то, что максимальный пик солнечной радиации, солнечного излучения на квадратный метр на экваторе Марса равен примерно тому, как бы на каком-нибудь северном острове, ну, где-нибудь на 70-й широте, на уровне 30 градусов светило солнышко, и вот примерно уровень радиации солнечной был бы такой. Вы понимаете, что на таком холодном месте вряд ли там какие-то томаты вырастут. Но если парней их сделать, то, в принципе, вот как тут вариант есть. Но почва, точнее, не почва, а грунт Марса, он очень ядовитый, можно сказать. Если вы там воду нальете и смешаете, и там хлор выделится и прочие вещи, я думаю, что картошка какая-то там будет жить. Да и вы вряд ли там останетесь живых, потому что столько сразу испарений появится в воздухе. Вот, это хорошая диаграмма, не пугайтесь ее. В общем, по оси Y, по оси ординат, отложены широты, это на Земле. По оси X, отложены месяца. И это для условий Земли, и мы видим, что если вот этот график, если все, что выше графика, это условие примерно как на Марсе. Ну, то есть не в смысле давления и температуры, а в смысле условий по солнечной радиации. То есть насколько тепло вам будет, если вы там руку на солнышко поставите, то вот если начинать, например, с 30-й широты в декабре-январе, то вот, например, Москва находится на 55-й широте. То есть декабрь, январь, февраль, нечуточку марта в Москве, ну, примерно по солнечной радиации, в среднем как на Марсе, то есть солнечная радиация. То есть на Марсе не так уж и плохо с Солнцем. Ну, конечно, в зависимости от того, насколько далеко там, он же движется, Марс по эллиптической орбите, в вытянутой эллиптической орбите, естественно, он тоже бывает то ближе, то дальше от Солнца. В зависимости от этого тоже может быть какой-то перепад в поступлении солнечной энергии на Марс. Ну, вот видите, то есть в принципе на Марсе не так все плохо. Жить там можно. Ну, конечно, только не дышать там нельзя. Вот хорошая формула. Сейчас объясню. Не волнуйтесь. Это не что иное, как закат на Марсе. Это формула как раз таки ритма о закате на Марсе. Это формула Рейлеевского рассеяния. Если вы проходили физику, вы, наверное, слышали, что свет рассеивается на каких-то частицах атмосферы. И тут самая интересная формула, это вот лямбда в четвертой степени. Это не что иное, как длина волны, и она в четвертой степени. Соответственно, степень рассеяния излучения пропорциональна четвертой степени, обратно пропорциональна четвертой степени длины волны. Соответственно, мы можем судить по этой формуле, что закаты на Марсе будут голубые, а если солнышко будет вверху на небе, на Марсе, в зените, то небо будет оранжевым таким, красноватым. То есть все наоборот с точностью. То есть мы привыкли видеть, когда у нас солнышко в зените, ну или почти в зените, в зените на экваторе бывает, у нас не может быть зените. Ну, высоко, то небо голубое, полдень, а у них все наоборот. Ну не у них, в смысле, а на Марсе. Вот, подождите, я вам тайну не раскрыл. Нет там никого пока. Вот, а там все наоборот. Соответственно, на горизонте у нас красные лучи, синие у нас рассеиваются, красные у нас проходят. И поэтому мы видим закаты красными. В глаз попадают преимущества красные лучи. А на Марсе все наоборот. На Марсе состояние атмосферы достигается таким вот при минимальной плотности, что на закате Солнце, оно хоть через какое-то количество газов проходит, через какое-то количество пылинок, и хоть как-то рассеивает это самое излучение. И оно так рассеивается, что оно получается голубым. То есть у нас на Марсе закаты голубого цвета будут, а не оранжевого или красного, как у нас. Вот это, в общем, формула Ральевского рассеивания. Оно такое сложное, но, в общем, тут смысл такой, что в зависимости у нас аж от четвертой степени. На самом деле Марс выглядит вот так. Вот такой вот немного, ну не знаю, не соврать бы, ну чуть более песчано, там глиняный цвет такой. И если немножко его поскрести вот так, как вот сделал манипулятор Curiosity, то мы увидим практически цвет цемента. То есть Марс, он практически серый, а сверху у него вот эта самая оксидная, ну не пленка, а там небольшой слой оксидный, который выглядит примерно вот такого более-менее оранжевого цвета. На самом деле сложно сказать, какого цвета Марс, и идут споры по этому поводу. Все скажут те люди, которые прилетят на Марс. Конечно, если они будут нормально различать цвета, поэтому на Марс должны лететь женщины. Женщины лучше цвета различать, чем мужчины на самом деле. И вот, то есть они прилетят и скажут, ага, вот это у нас вот такого цвета, вот этот пурпурный, да, вот это у нас такого бирюзового оттенка. А прийдет мужчина, он скажет, это у нас зеленый, это красный, и все. Да, долго думать не будет. И, соответственно, мы тогда получим снова плохую картинку. На Марсе есть вот такие интересные вещи. Дюны. Похоже на символ Стартрека, если вы смотрели когда-нибудь Стартрек, знаете, что-нибудь такое про него. Очень похоже. Я вот удивился сам, когда листал. Но на самом деле это все в фальшивых цветах, в усиленных цветах сделано. Это на самом деле не настоящий цвет Марса. Такие снимки получает аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, а разведчик марсианский, орбитальный, который постоянно находится на орбите, постоянно фотографирует Марс с очень высоким разрешением до 25 сантиметров на пиксель. То есть вот эту штуку он увидит как два пикселя примерно на снимке. То есть вы ее увидите с орбиты Марса, вот как с помощью вот этого аппарата. И он несет на себе телескоп. Такой же точно примерно разведчик, называемый ЛРО, Lunar Reconnaissance Orbiter, находится на орбите Луны. Он тоже отснял очень хорошо поверхность Луны, даже следы астронавтов НАСА. Ну не сами следы, а именно вот дорожки, по которым они ходили от посадочного модуля к флагу, например, еще куда-то, он отснял. То есть видно. Если вы можете зайти на сайт НАСА, открыть, посмотреть. Вот. Ну это так, это немножко отключение, потому что я когда листал, мне очень понравились вот эти дюны. Flying Dunes называется. То есть они типа летящие, такие парящие дюны на Марсе. На Марсе очень много таких вот образований, песка и прочих вещей, потому что там все-таки ветровая эрозия довольно существенный вклад вносит, так как там нет другой эрозии. У нас же все-таки эрозия в основном преимущество от влаги, от воды, а у них вот ветровая. У них. Ну, будь у них. Вот. Теперь поговорим о том, что как же нам туда вот полететь. Марс-то красивый, все такое. Но я вот для себя в голове посчитал так вот и понял, что примерно мы о космосе, о космонавтике вот в том виде, в котором мы сейчас о ней знаем, ну, примерно знаем где-то лет сто. Ну, грубо говоря, может быть больше, сто двадцать, да? С тех времен, как Константин Эдуардович Солоковский, примерно в 1896 году, по-моему, это было в мае, или в апреле, в мае, он свою формулу вывел и опубликовал. Ну, до этого, на самом деле, эту формулу опубликовали другие ученые, работающие в области, но он об этом не знал, он тоже сам пришел независимо к этому выводу. И вот эта формула Солковского, говорящая о многоступенчатости, о том, что если мы ракету сделаем многоступенчатой, то мы гораздо большую скорость приобретем у конечной ступени при выводе ее на орбиту. И таким образом мы сможем покинуть, наконец-то, нашу Землю. Примерно 120 лет назад об этом заговорили. Ну, грубо говоря, сто лет. В 30-е годы наши, в том числе и в нацистской Германии, велись эксперименты по созданию ракет, вот VAU-2, но они в основном вели эксперименты по созданию боевых ракет. Вернер Фон Браун говорил, что ракета хорошо вела себя, но не на ту планету падает постоянно. И, в общем, вот где-то в 40-х годах, в начале 50-х, уже началось развитие именно действительно тех ракет-носителей, которые мы видим сейчас. И примерно прошло 10 лет с начала развития этих ракет, и полетел человек. Прошло еще лет 10, еще лет 20, и полетели на Луну. А сколько пройдет лет, когда мы полетим на Марс? Вот я примерно прикинул, что сначала прошло от 0 до 10, потом 2 в квадрате, там 4, ну примерно я посчитал, что это будет где-то 40-е годы 21 века. Ну если экстраполировать, так сказать, да, я вот умею экстраполировать, вот экстраполировать, и получается примерно лет 80, нам нужно еще ждать, чтобы от тех времен, чтобы получилось. То есть это получается 2045-2040 года. А вот после Марса люди куда-нибудь полетят, я тоже задал себе этот вопрос, подумал, что если дальше экстраполировать, то у меня получилось 500 лет. Я понял, что, наверное, люди на своем веку, на вот той цивилизации, в которой мы сейчас живем, все знаем о ней, на протяжении там вот последних 400 лет, вот как наука началась возрождаться в Европе, вот последние тысячу лет люди будут делать все, чтобы улететь прочь из нашей Солнечной системы или там дальше Марса. и если мы полетим на Марс и будет Россия первая, то все это навсегда. То есть мы полетим, все, на Марсе больше никто, даже попыток никаких не сможет сделать о том, чтобы оспорить какое-то достижение, например, если мы это сделаем. Если сделают опять американцы, как они поступили, ну то все, то есть вот они уже там и дольше мы ничего не сделаем. Это как бы, как вот Гагарин полетел, первый, все, то есть там первый спутник, первый, первый выход в агридный космос, что-то много у Советского Союза было первым. К сожалению, вот хотелось бы, чтобы дальше мы тоже были первыми. И если люди полетят на Марс, и если это будет одна страна, ну, к сожалению, вряд ли это будет одна страна, потому что полететь на Марс нужно усиливать многих стран. И вот в этом большая проблема. Для чего мы хотим на Марс полететь? Либо мы хотим исследовать, либо хотим флаг поставить. То есть это большой вопрос. Не надо именно решить вот эту проблему. Если мы хотим флаг поставить, понятно, что каждый сам должен там что-то делать у себя, какие-то ракеты создавать и полететь. Да, это будет, скорее всего, сейчас Америка очень хорошо в этом плане работает. Может быть, это будет Индия. С чем черт не шутит? Китай вряд ли. Ну, я думаю, что Индия с Америкой может быть в этом плане будут бороться. Россия. У России планы есть, но я о них позже поговорю. Попозже поговорю о УНЕ. Вот как видим мы здесь, 57-й, 61-й, 69-й, 1013-й, вот 2030-й. Но это оптимистичные планы НАСА на 30-й год. Понятно, что в 30-м мы вряд ли увидим астронавтов, шагающих по первости Марса. Вряд ли. Почему? Потому что даже в 20-х годах они только планируют тестовые полеты своих кораблей. А уж о том, чтобы полет на Марс был пилотируемый, так это вообще нужно еще лет 20 стараться. Ну, понятно все. Тоже все понятно. Тоже понятно. А дальше что? Дальше куда? Я думаю, ну на самом деле картинка, конечно, не очень соответствует истине, но это лучшее, что я нашел. Кстати, если зайти на Википедию, набить миссии к Марсу, зайти на американскую Википедию, там одни американские флаги на миссиях Марса, одни НАСА думают, что только они существуют. А если зайти к нам, никаких флагов НАСА мы не увидим. Ну и наших тоже нет. Что интересно. Я потом зашел на немецкую Википедию и вот там все как надо. Там и японское агентство, и индийское, и все. Там они вот очень с этим делят толеранты. То есть они ничего не выпячивают. То есть они все флаги показали. Вот, зайдите, посмотрите. Интересно наблюдать, как они вот пытаются рассказывать. Ну вот, да, немецкий я не знаю, поэтому, к сожалению, я оттуда вышел, пришлось на английский читать. Вот. На русской, к сожалению, мало информации. Ну, вот как-то так видят в будущем полет на Марс. Люди очень интересны, загадочны. Вот человек пытается изучить скалу. Вот эти самые скалы, это очень, как раз таки, именно их должны изучать марсоходы. но марсоходы, они не могут забраться в такие места, чтобы изучить. Это же срез породы по миллиардам лет, можно сказать, отложений. Мы же сразу видим всю историю геологическую планеты. Если мы можем изучить вот такие отложения, мы сразу видим полностью, как планета развивалась. Это очень важно понять, чтобы понять строение Солнечной системы. Поэтому вот именно здесь показано, что человек изучает. если туда полетят военные, они только отколят кусок и привезут на Землю, если не привезут. Туда должны лететь инженеры, ученые, биологи, медики, не знаю, там, агрономы, чтобы сражать картошку. Кто угодно. И военные тоже, наверное. Но я не знаю, вот это спорно. На самом деле, из 12 человек, побывавших на Луне, один только был геолог. Представьте, один всего лишь геолог, один ученый был. Остальные все военные были. Ну вот военного вряд ли можно подготовить очень быстро. Поэтому надо отправить ученых, чтобы они исследовали. Один геолог на Марсе, он за один день больше наисследует, чем за все время все марсоходы. Кстати, интересный факт. Мы имеем на Марсе примерно 9 тонн металла, который привезли с планеты Земля в виде марсоходов. 9 тонн всего. Ну, по массе. Вот. Ну вот как-то так люди представляют о том, что ждет их в будущем. Ну, конечно, здесь вот туман есть, это, видимо, солнышко только взошло или наоборот садится. Ну, скорее всего, нет, потому что если бы садилось, то мы бы видели какую-нибудь синеватую дымку. Но это, скорее всего, наверное, уже солнышко, ну, еще оно не село. А это вот и сопоение. И теперь поговорим вот о самом грустном. О том, как туда добраться. И здесь возникают проблемы сразу же. Потому что добраться можно до Марса. Сейчас хоть вот прямо сел и полетел. Ну, к сожалению, долго. И проблема в том, что человек, путешествуя в каком-то ограниченном пространстве, в маленькой капсуле, очень долго не сможет. Даже вот мы не можем в этой аудитории сидеть там часов 5-10. Да, это тяжело для нас будет. А если человек будет в замкнутом пространстве находиться примерно 300 дней, да еще с пятью товарищами, а если у них еще взгляды не сойдутся, то все. Да, и проблема останется только один к концу полета. Вот. Проблема в этом. И единственное решение это ускорить полет. То есть задача, главная, стоящая сейчас перед конструкторами, которые решают проблемы полета к Марсу, это ускорить полет. Вот во что бы ни стало, как бы. Как можно ускорить полет? Можно придумывать различные способы полета по разным траекториям, но траектории уже придуманы. Это так называемая гомоновская траектория. Гомона Цандера. Цандер тоже наш ученый, конструктор ракет, он тоже независимо пришел с гомоном к этому же результату, но почему-то называется гомоновской. Ну, назовем гомоновской. Вот. Вот Марс, вот Земля вверху. И чтобы долететь от Земли до Марса, нам просто нужно набрать небольшую скорость и выйти на эллиптическую орбиту, вот эту желтую, полуэллипс, и долететь до Марса. Марс будет сначала, я не знаю, как тут пользуются лазером, не знаю, может быть вот эту кнопочку. Во, да. Вот смотрите, вот Земля. Интерактив появился, теперь здорово. Вот. Earth, да, Марс, Земля, Марс, Солнце. Мы должны полететь на Марс. Что мы делаем? Мы взлетаем с Земли, радостно и кружимся по орбите, делаем импульс, переходим на вот эту полуэллипс и летим. А Марс в это время здесь. Пока мы летим вот здесь. Марс в это время здесь. Мы летим здесь, Марс в это время здесь, мы летим здесь. И Марс вот нас такой раз и встретил. И мы таки раз и к нему прилетели. И вышли на его орбиту. И сели. Вот. Это самый наименее энергозатратный по топливу перелет. То есть лучше, вот так нельзя лететь. Тут Солнце мешает. Так. Можно лететь другими способами. Можно ли полететь вот как-то так, да, там вот как-то так. Можно через Венеру ускориться, там полететь сначала к Венере, дать импульс, гравитационный маневр ускориться и выйти на орбиту Марса. По-разному можно. Но вот это самый наименее энергозатратный по ресурсам полета. Вот это дельта В, вот это дельта В, вы, может быть, встретите, если вы будете что-нибудь читать по орбитальной механике, там будет дельта В баджет или дельта В просто, или дельта В. Это как бы скалярная сумма всех скоростей, которые мы, ну, то есть вот здесь же мы скорость придаем, да, потом вот здесь вот скорость придаем, потому что, когда мы летим вот отсюда сюда, мы тормозимся, действуем гравитацией Земли и Солнца, и здесь мы уже хиленькие, такие слабенькие. И нам нужно еще импульс поддать, чтобы догнать Марс, потому что Марс движется со скоростью 24 км в секунду, а Земля движется со скоростью 30. Мы вот когда отсюда вылетаем, мы должны себе немножко поддать импульс на 3 км в секунду и полететь сюда, а здесь еще 3 км в секунду дать и выйти на орбиту Марса. И вот эти все импульсы мы складываем, получаем вот такую вот скорость. Для чего мы это делаем? Чтобы почитать топливо, которое нам потребуется, чтобы получить эту скорость. Мы знаем параметры двигателя, а у двигателя есть понятие удельный импульс и прочее. И мы знаем, сколько нам нужно потратить топлива, чтобы разогнаться до такой-то скорости. И мы это считаем. И у нас получаются не очень хорошие расчеты. Масса, например, топлива — это 10 тонн на каждую тонну полезной нагрузки для возврата. То есть если мы взяли с собой, например, не знаю, килограмм еды, тонну еды, на самом деле для Марса нужно как минимум 60 тонн припасов, если мы полетим шестером. Представьте, 60 тонн за собой вагончик такой большой везти. Это нужно сюда везти, 60 тонн. А потом мы должны это все, что осталось, мы должны обратно привезти. И вот то, что обратно привозим сюда на Землю, это вот за каждую тонну мы платим 10 тонн топлива. За каждую тонну возврата. А если мы хотим доставить сюда корабль и обратно корабль, а топливо, тонна топлива на орбите Земли стоит уже 10 тысяч долларов. Потому что тонна топлива на Земле стоит 500 долларов, да? Мы ее загружаем в космический корабль, ну, не знаю, в какой-нибудь транспортный, доставляем на орбиту. Ее цена уже 10 тысяч долларов, да? А если мы доставим это топливо на орбиту Марса, ее цена уже будет, ого-го, миллионы долларов. И, соответственно, таким образом мы получим огромную стоимость за тонну полезной нагрузки мы заплатим 100 миллионов долларов. Проще тонну золота доставить куда-нибудь. Игорь, ускорься, пожалуйста. Хорошо. Это расчеты. Не будем вдаваться в подробности. Но я скажу так, что нам придется очень дорого заплатить за то, чтобы полететь на Марс и вернуться обратно с полезной нагрузкой. Мы должны использовать 63 тонны топлива на одну тонну полезной нагрузки. Это очень много. Зафоткали, да? Дальше поехали. По поводу 40 минут до Марса. Я назвал свою лекцию 40 минут до Марса. Моя лекция идет 40 минут, и как раз таки свет идет до Марса 20 минут, и обратно 20 минут получается 40 минут. Очень интересное совпадение. 30 секунд до Марса. Есть такая группа. Может, кто-нибудь слышал? Слушал. В общем, они название взяли из статьи гарвардского профессора, который говорил о том, что вот мы в 30 секундах от Марса находимся, от полета на Марс. То есть нам нужно 30 секунд еще, и мы на Марсе будем. Это, наверное, было лирическое отступление от его основной статьи о том, что на Марс можно добраться еще и быстрее. Вот за 40 дней можно налететь до плазменного ускорителя в Асимор, например. Но, к сожалению, новостей про плазменный ускоритель в последнее время все меньше и меньше. Не знаю, может быть, этот проект загнулся, может, НАСА перестал финансировать. К сожалению, а наш Роскосмос говорит о том, что на Марс можно добраться за 4-6 недель, если они создадут вот этот межорбитальный буксир, о котором, опять же, слов в федеральной космической программе практически не нашлось. То есть не знаю, что будет с ним, сделают ли его, большой вопрос. А на обычном жидкостном ракетном двигателе, который вы видели в лекции Александра, который запускают ночью, на таком двигателе можно добраться за 200-300 дней. Но нас перспектива не устраивает. Почему? Потому что тут есть несколько компаний, групп людей, которые хотят на Марс. Как они хотят? НАСА хочет на ЛСЛС полететь на Марс, Space Launch System. Это та самая большая ракета, бустер или топливный ускоритель, от которой Александр в своей лекции показывал. Помните, большой такой вулкан был? Вот это вот одна из ступеней будущей ракеты СЛС. Возможно. Роскосмос на Ангаре или на Фениксе? Феникс не очень хорошее название для ракет, но ладно. В общем, Рогозин обещал, Рогозина все, наверное, знаете, Рогозин обещал, что Феникс обязательно переназовут в честь какой-нибудь Сибирской реки. Он сказал, что все ракеты наши будут называться в честь Сибирских и Дальневосточных рек. Пока Феникс — это проектное название. SpaceX хочет на Falcon Heavy. Falcon Heavy пока мы не видели, не летал. Mars One. Интересный проект. 3 июня объявят о том, какой инвестор у Mars One. А в начале 2017 года последний отбор будет в Mars One. Тех кандидатов, которые через 10 лет, наверное, отправятся. Но опять-таки на Falcon Heavy. Все надеются на Илона Маска. И Mars Direct, есть такое мероприятие, тоже хотят на Falcon Heavy. А вот еще есть компания Дениса Тита, по-моему, первого космонавта-туриста. Mars Inspiration, Mars Foundation. К сожалению, сайт их уже не работает. Они писали красивые вещи в 2013 году. Насчет Mars One я не знаю. Очень сомнительное мероприятие. Очень. Потому что лететь в один конец и там умереть, это очень страшно, мне кажется. Я бы не согласился. При всем желании. Это радиация, которая нам на всем пути следования от Марса в принципе не страшна. То есть раз в 5-7 больше, чем на МКС. На годовом полете. То есть не страшная радиация. Но проблема в том, что могут быть вспышки солнечные. Солнечная вспышка. Мы должны куда-то укрыться в какое-то безопасное место на нашем корабле. Либо это будет какая-то водная оболочка, в которую космонавты. Либо это будет какое-то поле включаться. В общем, вспышек надо бояться. Это очень опасно. Можно ослепнуть и прочее. Это то, что на Марсе. Температуру я говорил. Про температуру. С температурой бороться можно, потому что атмосфера очень разреженная, и мы не чувствуем практически температуру. Так как температура, это же у нас что? Это движение молекул. Кинетическая. Среднестатистическая скорость. А молекул мало, температура не ощущается. Иний на Марсе бывает. Это вот водный иний перед восходом Солнца на Марсе. Это усиленные цвета, сделанные для того, чтобы иний выдать. Как только Солнце восходит, он сублимируется, он возгоняется. То есть он переходит с одной фазового состояния сразу в третье, минуя жидкую фазу. Там его очень мало. То есть водяной иний на Марсе есть. То есть, в принципе, как и у нас. А вот самая большая печаль, наверное, ждет людей, которые летят на Марс, это о том, что они практически не будут видеть наш дом. То есть вот эта маленькая точка, это вот Земля с Луной. Тут вырезан кусочек, показанный, насколько она мала с орбиты, с поверхности Марса. Это вот, скорее всего, марсоход Curiosity сфотографировал с помощью своей камеры. Ну и на Марсе, конечно, не будет таких красивых явлений, как лунные и солнечные затмения, полные и неполные, которые мы наблюдаем. Все, что мы можем увидеть на Марсе, это вот маленький такой камень, фобос, который закрывает от нас Солнце, которое тоже не очень большое. Вот и все. Это все зрелище, которое будет. А вот я хотел немножко поговорить о докладе. Не знаю, успеваю или нет по времени. Но если вы разрешите, я немножко оглашу. Это очень важная информация. Это о том, что нас ждет в ближайшие 10 лет в нашей Российской Федерации. Все ждут от Роскосмоса очень больших планов. И вот эти все планы огласил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Комаров. И он… Основные факты, вот я выдрал из этого доклада на 2 часа, вот про как раз-таки миссии к Луне и Марсу. Могу огласить их, кому не видно? Слышь, Игорь, мы их можем просто выложить в группу, чтобы все потом нашли в интернете. Ну никто не найдет, никто не будет искать. А ты слишком тянешь. Хорошо, давайте быстро. В общем, мы летим на Луну, не на Марс. Чтобы лететь на Марс, нам надо сначала лететь на Луну, об этом также думает НАСА. Сначала нас лететь на Луну, потом на Марс. НАСА хитрые, они скорее всего нас в лунную гонку затянут, а сами на Марс полетят, а мы останемся с Луной. Вот, скорее всего, так и будет. Ну это мое мнение личное. Вот, все. Ну, я думаю, что кто-то успел прочитать, сфотографировать. Ну, это так. На самом деле это протон на фотографии, но Рогозин написал, что это Ангара. Ну ладно, поверь, мне он на слово. Вот. Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...